Этот вирус поражает нас, двое моих собственных детей, и уже заразились им, и сегодня утром я узнал, что у меня тоже положительный результат на COVID. Чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, конечно, я буду работать удаленно на этой неделе, буду продолжать следовать руководящим принципам общественного здравоохранения, и хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить канадцам, чтобы они делали прививки. Хочу внести ясность, нас не пугают те, кто оскорбляет владельцев малого бизнеса и ворует еду у бездомных. Мы не уступим тем, кто вывешивает российские флаги. Мы не уступим тем, которые занимаются вандализмом или позорят память наших ветеранов. В нашей стране нет места угрозам, насилию или ненависти, поэтому те, кто несет ответственность за такое поведение, должны остановиться. Политикам, эксплуатирующим страхи людей, я прошу вас хорошенько подумать о последствиях. Почти 90% дальнобойщиков по всей стране, получивших вакцину, которые должны усердно работать, чтобы прокормить свои семьи и поддерживать нашу экономику, я говорю им спасибо. У дальнобойщиков тяжелая работа, долгие часы в дороге, дни вдали от своих семей, настоящие проблемы, особенно за последние два года, поскольку они продолжали делать все возможное, чтобы доставлять еду на наши полки магазинов и наши столы, чтобы поддерживать нам жизненно важные лекарства и расходные материалы. Полагаемся на вас, мы хотим положиться на нас, чтобы продолжать поддерживать вас и позволять безопасно выполнять вашу работу. Я посещал протесты, митинги в прошлом, когда соглашался с целями, поддерживал людей, выражающих свои опасения и проблемы. Black Lives Matter – отличный пример этого. Протесты, которые выражали ненавистную риторику, насилие по отношению с согражданами, неуважение не только к науке, но и к передовым медицинским работникам. И откровенно говоря, к 90% дальнобойщиков, которые поступили правильно, чтобы обеспечить безопасность канадцев и поставить еду на наши столы. Всегда есть право на мирный протест, который я и другие будут полностью защищать как часть этой демократии. Нет права подстрекать к насилию, совершать акты насилия или извергать ненависть.